Всем кукуськи молодые, особенно как обычно Паши Клейн, с конкретными моментами сегодня на Рокфорде. Я принял такое решение, что было бы неплохо переехать с моей нынешней квартиры. Скорее всего, я буду переезжать, ну не скорее всего, а точно, я буду переезжать ближе к моей жене, конечно же. Так, а почему у меня машина-то не открывается? Вот, открылось все. И вообще, у меня сейчас, в принципе, приличное количество денежек. Вот, посмотрите, у меня 419 тысяч, ну и я еще квартиру пока не продавал. Я принял решение переехать по нескольким причинам. Во-первых, у меня все 4 разных гаражных места заполнены, но я не уверен, хватит ли у меня денег. Потому что супер-классная квартира стоит где-то, ну, 1500, наверное. А сколько я за мою квартиру выручу, я еще пока что не знаю, учитывая, что она стоила, точнее, где-то около, наверное, тысяч 50. Но я могу ошибаться. Ребят, я играю на GTA 5 RP, если что. И вот он мой промокод, Clionessi, конечно же, да. Плюс 12 500 долларов до 5 уровня, 10 дней VIP-очки. Так что, если что, то, что называется, вперед. Долго у меня челик какой-то... Езжает куда-то? Что, со мной едет? Со мной? Нормально? Не, со мной. Так вот. Ну и давайте глянем, сколько стоит квартирочка. И да, я в курсе, что ребятки, а именно Олег, Андрюха, короче, и Максик в Ормянском. Максик, дело в том, что я как бы... А я уже не в ней, кстати, да. Я очень-то в ней не заходил. Я сегодня зашел бы, был последний день, чтобы оплатить домик. Блин, у меня освещение пропало. О-о-о. И, короче говоря, я бы хотел поближе к жене переехать. В конце концов, там мест, ну, как бы больше, да, гаражных. И касаемо организации, точнее, не организации, а непосредственно фракции, в которую я бы попозже вступил. Если честно, я пока что не знаю, куда лучше вступить. Вы можете в комментариях написать, что бы вы хотели увидеть. А я, тем временем, буду продавать мою хату жестко. Так, для этого мне, конечно же, нужно... Для начала к ней подойти, это квартира номер 6, вот эта великолепнейшая. Это не квартира номер 6 великолепнейшая, значит, это квартира номер 8. Номер 8? Конечно же, это она. 97 тысяч, ну-ка. А давайте-ка я зайду непосредственно в квартиру, да, в саму. И мы ее в последний раз осмотрим, чтобы просто глянуть, что тут, как тут. Вообще, что-то там, как-то там. Все вы помните мой наипрекраснейший кабинет вот этот, вот, да, с ноутбуком, с телефоном для Олега Кофе, чтобы если он мне будет звонить. Ну и рядом, чтобы особо не отходить, да. Вот, ну, вместо рабочего далеко. У меня вот такая темка была. С кроватью все понятно. К слову, да, нужно из шкафа сразу же все повытаскивать чуть-чуть. Я об этом не забыл, конечно же. А давайте я вот так вот сразу же просто сделаю. Все утро, все утро. Дофига, все утро. Рыба просто в шкафу. Прекрасно, по-моему, молодец. Одежки у меня тут всякое разное много. Так, подожди, а что не так? А, ну, подлагивает сервак немного. Вот, и, соответственно, очень даже легко это все будет отсюда вытаскивать. Вот так вот. Еще у меня есть еда, конечно же. Еще еду мы тоже вытащим. Я надеюсь, что она у меня осталась. Если честно, я не очень сильно в этом уверен. Да, что-то осталось. Это очень даже хорошо. Так, куда? Кушайте. На все хватило места для переезда. Итак, ну что же, давайте посмотрим. Меню квартиры. Если я ее буду продавать, то получается, я получу 48750. Цена мебели 15000. Для подтверждения вы видите пароль от аккаунта. Ну, как бы, что называется, хорошо. Сейчас мы все это сделаем. Подожди, может быть, есть смысл продать одну из тачек? Наверное, в этом есть смысл, но очень долго ждать бушную. Так, дело в том, что я хочу, чтобы у меня хватило денег на квартиру, да, непосредственно. Поэтому мы выходим из хаты и быстренько бежим в гараж. У меня там пока что-то три гаражных места. Я думаю, вы это уже сами все прекрасно знаете. Так, ну давайте, собственно говоря, паркинг. Вот он, мой паркинг великолепнейший. Финик на улице стоит. И вот она, моя Kia Stinger, Kia Seat и Beha. Kia Seat это, ну, это просто самая первая вот эта вот всякая машина. Вот эта жесткая туда-сюда, поэтому я бы ее продавать не хотел. Stinger это подарок. И вот эта вот машина это тоже подарок. И единственная пока что машина, которую я купил на мои бобки, так называемые, это Финик. Соответственно, я думаю, что будет вполне резонно, если я сейчас продам именно его. И сливать я его, конечно же, буду в ГОС, к сожалению. По какой причине? Да по той, что очень-очень долго я его буду продавать, ездить, все такое. А я бы хотел как можно быстрее приобрести автомобиль. Точнее, квартиру, да. Да и в конце концов, у меня еще денег там останется чуть-чуть. И, возможно, что-то там еще получится сделать. Так, давайте все для начала скидаем непосредственно в тачку. Вот это вот скидываем, скидываем, скидываем. Все, скидываем абсолютно. Рагу, мука, вон у меня, кстати, винтовка карабиновая. Нифига себе, как говорится. Вот это вот мы сюда скидываем, конечно же. И, скорее всего, сюда еще придется скинуть вещи из моего финика. Вот, вы, к слову, написали, что хотели бы, ну, побольше вот этих вот моментов, чтобы вот эти вот ролики подольше длились. Вот, пожалуйста, как говорится, принимайте, принимайте в работу. Так, в багажнику я сидел засовываю. К слову, мне, по-моему, места особо не хватит, да? Да, походу, не хватит, но придется по карманам еще распихать. Или я просто еще одну вывезу машину, вот и все. Так, сколько она будет стоить? 400 тысяч, и еще нужно снять с нее номера, конечно же. Так, снимаю номера. Так, заглянуть в багажник. А, это мои предметы. Патрончики, масочки страшные, дверь, прочее. Как вы видите, у меня абсолютно все подарочки и прочие вот эти вот моменты, они все, конечно же, остались. Три парашюта целых. Так, мне, походу, придется еще одну машиночку, собственно говоря, взять. Вот, и вы знаете, эта серия, это что-то вроде переходной серии. К суете, какой-нибудь? Потому что ее тоже достаточно давно не было, в принципе, плюс-минус. Но, что называется, будем смотреть. Итак, ну и, конечно же, Киевсит. Есть ли у меня что-то в Киев? Очень интересно, конечно. Ничего нет, прекрасно, к слову, очень большой багажник. Это еще одна причина, по которой я оставлю эту тачку. Вот. Кстати, в Финике, на удивление... Подожди, я, по-моему, путаю. Это вы с Stinger'ем, по идее, мало места так-то. Вообще, по-хорошему, наверное, Stinger'ем нужно было бы продать. Но пока что это самая дорогая машина у меня в гараже. Поэтому, ну-ка, зачем? Так, ну давай глянем. Багажник. Вот, гриль здесь у меня остался. Ну, тут 100 килограмм. Разница всего лишь в 10 килограмм с Киев. Поэтому, ну, собственно, конечно же, я, пожалуй, пожалуй, оставлю, да, я вот эту вот Кию, конечно же. Так вот это вот мы сюда скидываем Кию. Клоп, скидали. Вот так вот сделали. Ботинки всякие, теди бировские, не теди бировские и так далее и тому подобное. Слово, если вы мне хотите подгончик какой-нибудь, да, сделать на GTA 5 RP, то вы вполне таки себе можете это сделать с помощью почты, которая вот здесь вот находится у нас на карте. Вот она, почта. Здесь можно посылочки отправлять и просто письма писать. Поэтому, пожалуйста, буду их сосчитывать в каждой серии. Ну, по крайней мере, стараться. Итак, вроде как я полностью абсолютно из этой машины все вытащил, кроме гриля. Но гриль теперь уже у меня. И давайте мы ее продадим. Просто, подожди, тут же нету номера. Вроде бы нету, да? Да, вроде как нету. Машина классная и прикольная. Но, тем не менее, ладно уж. Черт, как говорится, с ней я просто-напросто продаю. Так, ошибка в пароле, да. Нужно, конечно, еще пароль ввести. Плюс 400 тысяч. Доставать я сразу же, на всякий случай, машинку мою из гаража, да. Хотя, зачем ее доставать, если я сейчас как-то сделаю. Так, нужно продать квартиру. Мы подходим вот так вот к квартирочке, конечно же. Так, вот так вот к лоб. Ну-ка, кстати, есть почта? Нет, нету сейчас почта. Войти, конечно же. И прямо сейчас просто меню квартиры. И продаем квартиру, конечно же. Вот так вот делаем, продаем. Ну и, собственно, все. У меня 800 тысяч долларов. Это очень приличная сумма. Но, тем не менее, что называется, приехали-уехали, как говорится. Теперь тут нет владельца. 97 тысяч вот этого ката стоит. 37 долларов всего лишь налог. Нормально. Ну что, теперь мы выходим и просто едем непосредственно в то же самое место, из которого я, собственно, плюс-минус и начинал. Так, ну что. Мне вот сюда нужно нажать, да, как бы, на секундочку. И теперь я сажусь в мою машину. Слушайте, я вообще на Киеси со мной не катался, поэтому я на нее сяду, конечно же. Давай, давай, садись, прыгай, родной. 800к. В принципе, сумма очень даже приличная у меня здесь. И самое главное, что я сейчас смогу хату оплатить, и все будет прекрасно. Так. Ну, да, кстати, уже с непривычки, так сказать, ну, хорошо проехался. Мне ездить не очень привычно на ней, но, тем не менее, ничего страшного, как говорится. Все, окей-чпокей. Сейчас я переведу ближе к жене. И вот, если честно, интересно, какая будет реакция жены на вот этот подарок жесткий. Типа, стингер туда-сюда. Ну, ей же можно ничего не говорить, как бы, да, на секундочку. Она же по ролеплею не знает, что там вообще, и как у меня тут было, и так далее. Слушайте, сидит, ну, тяжеловатая такая машинка, на самом деле. Ну, и медленно, конечно, ну, ничего страшного. Зато теперь у меня будет жесткая хата прикольная. И в жизни я, к слову, переехал тоже с одной квартиры на другую, в квартиру побольше, так сказать, чтобы место под кабинет было. Вот, и, наверное, сейчас у меня будет настоящий кабинет, а не вот этот вот развалюшный, так называемый. Так, все, мы подъехали, наконец-таки. Теперь можно бежать тупо сюда. Так, бежим, 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 бежим. А Стефани у нас живет на 10 этаже. Для того, чтобы подняться на 10 этаж, все, что нужно сделать, это в лифт зайти, да, на секундочку. Сначала 0, а потом 1. Вот такая вот система, короче. И она у нас живет вот в этой вот квартире. Это 96-я. Вот мы нажимаем, а тут нифигу... Тут нет владельца, что? Это платина, к слову. Вот, 95-я. Вот где у нас Стефани живет. У нее тут люкс, 4 подборных места. 442 тысячи стоит. А вот эта вот квартирка сколько стоит? 500 тысяч. Ничего себе, у меня хата будет больше, чем у меня. А давайте-ка мы глянем на вот эту вот хату. Слушайте, хата очень приличная. Вот он, туалет плюс ванная сразу же. Нормально, нормально. Заходим сюда, у нас, по-моему, кухня, да, сейчас? Нет, это что-то вроде спальни. Окей. Можно из этого кабинетик будет сделать какой-нибудь приличный. Так, ну тут у нас тоже, не знаю, то ли гостиная, то ли что-то в этом промежутке. Так, вот там вот у нас непонятно что. Сейчас узнаем. Слушайте, ну это трехкомнатная. Это, я бы даже сказал, это квартира 3+, вот эта вот кухня туда-сюда. Соответственно, будем потихонечку все обустраивать. Но уже в следующих сериях, ну, сериях, как бы, понятное дело. Соответственно, можно сказать, что я переезжаю к своей жене. Я покупаю, конечно же, хлоп. И давайте мы сразу же глянем, какие у нас вот есть варианты. Так, заходим сюда. К слову, платинум. Да, 500 тысяч стоит, а люкс поменьше стоит. Так, у меня остается 300 тысяч. Давайте зайдем в меню квартиры. И здесь можно побольше гаражных мест, как бы, сделать. На всякий случай я сделаю, а то, мало ли как, 200 тысяч. У меня не так много денег. Эй, ну, 6 гаражных мест зато будет. Прикольно. Ладно, давайте я куплю. Ничего страшного там не будет. У меня есть столько денег. Ладно, значит, что страшно все-таки будет. Ну, ладно. Собственно говоря, сегодня я приобрел вот эту вот квартирочку, да. И сейчас давайте глянем, как теперь мои мочинки будут в новом гараже выглядеть. Который, конечно же, никак не поменялся. Но, тем не менее, давайте глянем. Я все-таки здесь еще не был в гараже. Хотя они вроде бы одинаковые, да, везде. Заходим сюда. Моих машинок здесь нет. Ничего страшного. Мы берем автомобиль. Вот этот вот БНВ сюда. Киу Стингер сюда. И, конечно же, Киу Си тоже сюда. Вот. В принципе, точно такой же гараж, который и был. Но я бы все-таки увеличил гаражное место. Что для этого нужно сделать? Ну, для начала сесть в одну из машин, конечно же. Садимся вот так вот. Хлоп-хлоп. Моментами. И... Фига себе. Бесшовно телепортировался, чтобы вы понимали. Так, ладно. И что мы сейчас делаем? А мы сейчас едем до банка для того, чтобы закинуть эти денежки на мой личный счет. Вот он у нас, банк, соответственно. Ну и поехали. Киа, ну вот это вот именно Киа. Да, у меня есть Киа Сит и Киа Стингер. Я фанат Киа, судя по всему, да? Ну, на самом деле, не особо. Можно было бы, кстати, и эту тачку продать, и вообще все продать, и купить какую-нибудь одну из обновых, допустим. Но я пока что что-то не решился на вот это все дело. Может быть, я решусь чуть попозже. Судя по всему, кстати, ребята выполняли какие-то контракты. Вот у меня там все на карте. Ну, вы этого не видите, конечно же. Зачем я вообще об этом сказал, если вы это не видите? Так, все, мы подъехали до Бонка, конечно же. Хлоп, сюда, моментами. Хлоп-лоп-лоп-лоп. Здравствуйте. Здравствуйте. Пополнить счет личный. И давайте на 378 тысяч. Вот так вот, хлоп, мы это все дело сделали. Молодцы, прекрасно. Сейчас мы, ну, едем как бы обратно. Слово, очень интересно, сколько ремонт этой квартиры будет стоять. И почему у меня два домика на карте? Один вот этот старый дом. Мне, скорее всего, перезайти просто нужно. Ну, не может такого быть, чтобы аж было два дома. Ну, насколько я знаю. Так, ладно, все, ехали, как говорится, обратно на хату. И сейчас мы посмотрим, сколько там ремонт будет стоить. И я не знаю, напишите в комментариях, есть смысл там, ну, ремонт полноценный делать. Вот это вот все. Я просто хозе. Есть в этом смысле? Нету в этом смысла. Так что, если что, то вы напишите, и я уже, ну, как бы, к вашему мнению прислушаюсь. И там уже посмотрим, что вообще, цедисообразно или нет цедисообразно. Так, вот он, новый гараж. Так вот, спокойненько теперь можно заезжать. На Е нажимаем, хлоп. И ничего не происходит. Блаз. А почему так? Это же я клипс Тауэр, все так. О, во, все нормально. Перепарковал ее в обратную сторону. Прикол. Так, ну, ладно, давайте мы возвращаемся. Вот тут два лифта, они еще и автоматически так реагируют. Вот так, 0,1 мы нажимаем, поднимаемся и идем на мою прекрасную квартиру, которая, вот она, квартира Стефани, моей жены. Невероятно жесткая. Ну-ка, кстати, на, двери закрыты, понятно. Для меня двери даже закрывают, походу узнала там что-то. Так, я уже проверял почту. Давайте зайдем и посмотрим, сколько, во-первых, ремонт будет стоить. Так, меню квартиры, ремонт. Ремонты у нас тут стоят, пока что не понятно. 25 тысяч всего лишь ремонт стоит. И, кстати, вот это вот оформление такое синеватое нравится. Вот это красное тоже прикольно. Да, какое оно. Вот это вот синее, кстати, что-то везде все синее. Тут хоть по разнообразнику. Вот тут тоже стенки прикольные. Так, ну давайте, наверное, вот это. Я смогу. Я смогу. Прекрасно. Давайте зайдем. И вот теперь, смотрите, ля тут вообще лясь, лясь, лясь. Он тупо. Это, знаете, любовниц, короче, жестко водитель. Да, я не буду, конечно, этого делать. Так, ну и давайте сразу же я увеличу гаражные места для того, чтобы они у меня, собственно говоря, были. Так, мы вот так вот делаем. Хлоп, где-то минус 200 тысяч. А я еще, интересно, это сделать так. Смогу или нет? Меню квартиры. И можно до восьми. Но для этого нужно 400 тысяч. Нормально. Возможно, что это максимальное количество места. А возможно, что нет. Извините. Ну что, сегодня мы купили новую квартиру, наконец-таки. И, возможно, в следующих сериях я подзаработаю еще больше бабок. Я пока что не особо часто езжу в казино. Ладно, два раза съездил. И по дням там 600-ка. Потом фросрал, там 200 тысяч. Но тем не менее. Ребят, не забывайте о том, чтобы вы можете использовать мой промокод для того, чтобы сокрасть ваши начальные дни. И вот эти у нас сервачки, там, тудым-сюдым. Ну, а с вами что? С вами, как обычно, был вот этот я, да, Паша Клейнс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы. И увидимся в следующих сериях. Давайте. Пока-пока.